жизнь ведической руси и иудейско библейская власть пастухов все на земле мы все кто живет на наше мидгард земле мы все родом порожденные у нас есть батя есть мама один плюс один равно три один мама плюс два батя равно три дитя и сейчас мы что вы поняли что только когда человек понимает что он родом порожденный и у него в основе его рот и природа тогда этим человеком невозможно манипулировать поэтому людей делят как бы на четыре части первые то жители это те кто живет тремя чакрами это жрецы делят 2 это люди это семеричная система 7 дней в неделю 7 цветов 7 чакр 7 свечи иудейские здесь уже дуализм добро зло хорошо плохо белое черное человек это девяти личная система это дух душа и тело дух от отца он мой мужского рода душа от мамы она моя женского рода тело она мое среднего рода и дух и душа рождается и развивается только в теле и жизнь по золотому сечению у нас на земле неповторимая каждая жизнь это и есть промысел рода и природы это есть живой божественный промысел и в природе ничего не повторяется сколько людей столько разных отпечаток пальцев у каждого человека свои глаза свои уши свой характер привычки деревья растения животные все это индивидуально то есть в природе ничего не повторяется в каждом живом существе на генном уровне гаплогруппе r1a это родина существует весь его род все предки мужского и женского рода не только земные но и вселенские но жизнь новая неповторимая такой никогда не было и не будет даже если у вас родятся дети внуки правнуки это будет другая жизнь поэтому это и называется рода порожденных кто это понимает их называют ас что такое ас вместилище разума совести поэтому сибирь у нас называется не азия а ася местилище разума совести тоже как ра что такое ра это родовое вместилище разума где хранится наследственная информация рода природы если мы обратно ра прочитаем ар это вместилище разума рода кто умеет материализовывать жизнь живую родовую природу и назывался ас что такое иудейская библейская власть пастухов если мы откроем словарь блаватской елены петровны эзотерический там написано власть ангелоподобные существа посредники между богом и людьми а отец посредников не знает он хочет общаться напрямую с каждым поэтому власть в риме называли те кто от управлял слуги рабы были которые следили за другими рабами это называлось она простым языком скажу номенклатура были патрицы и плебеи патрицы имели право на все на рабов были хозяевам о своей жизни труда а плебеи не имели ничего они могли только трудиться и получать похлебку иду либо бумажные деньги за свой труд вот они назывались и прибей сейчас если вы откроете проституцию конституцию нашу вы увидите то же самое там написано человек и гражданин человек имеет права на все а гражданин ничего не имеет он раб и даже если когда человек меняет гражданство он отказывается от гражданства переходит в другое гражданство он просто меняет себе хозяина меняет себе начальника и он также остается рабом и это изначально все заложено теперь мы вам расскажем сказку почему в основе род и природа бьет из земли родник это место огораживают огород внутри ставят город городище есть что кушать ездя жить создается семья семьянин то их зачатие ребенка семь предков мужского рода присутствует семь предков женского прадед дед отец я сын внук правну по женской линии тоже самое поэтому все конфликты в семье между мужским и женским началом и проблемы отсюда у детей поэтому люди не ведают те кто своих прародителей своих прабабушек прадедушек они только нарожают рабов что у них нету родовых корней нету ствола древа и листва тоже будет слабая идет зарождение жизни женщина рожает мужчина и женщина становится родители что такое родители роди тело только когда вы рождаете тело вы понимаете как функционирует род природа у вас появляется совесть совесть постоянно ведущий три единства совестью с теми это моим грим нашу азбуку ведической руси это русский рун когда много родителей родня идет продолжение рода родственники а как называется родня и родственники народ что такое народ наш род почему мы народные целители мы собираем единое целое нашего рода пол половина мужского пол половина женского только мужчина и женщина родят детей две равновелики но равно удалены друг от друга силы поэтому сказки репка репка бабка детка внучка прервана родовая преемственность если мы туда добавляем мать с отцом получается девять героев мама это любовь и забота это семейный очаг пространство любви это характер батя это харизма это защита опора это любовь это харизма а мама семейный очаг пространство любви вот так вот у людей прервана родовая преемственность и им дали пастухов поэтому народные целители мы собираем единое целое нашего рода даже как знахарь кто такой знахарь знает как работает центр хар хар характер русское слово хари харизма хара хари то есть характер ребенку передает мама харизма отец совесть предки вот нести свой крест ира спятие это родовое вместилище разума с пяти центров энергия зарождение сохранение сотворение сокрытие откровение на санскрите панчататтва у нас это называется пять энергий правь славь явь на здравь сознание это ваше подсознание это от мамы сверхсознание харизма от отца совесть от предков а земля на которой народ живет как называется родина мать зовет а где народ родина природе поэтому в основе природа и для того чтоб манипулируют людьми для этого власть вот сейчас если возьмете любые партии что они делают меняют просто хозяев и когда человеку нужен царь либо президент либо кто-то люди себя ответственность снимают и они в рабство добровольно уходит туда ведают они не ведают и сейчас вот кто этим занимается они плохо заканчивают немцов левашов петров навальный и так далее потому что что они делают они народ вот готов они не ведают что творят невежественные люди они просто берут и подводят другим и сейчас чем проблема у нас на ведической руси в ведической руси никогда управление не передавалось по наследству только в семье глава рода был бабушка дедушка старейшина в роду а по наследству нужно передавать только рабов поэтому и готовят преемников чтобы не раскулачили чтобы ничего не отобрали вот сейчас как раз идут эти изменения у нас на руси уже 400 родовых отчин и люди это все ведают понимают и будет первое тот родовые отчины но нужно финансовые средства для улучшения качества жизни финансовые средства чтобы человек построил дом и жил здесь и сейчас потому что самое ценное это чистое питание чистая вода чистый воздух и это может только быть в родовой отчине отчина отечества отчизна отче наш и сейчас екатерина зачитает послание наши вещи родовое природное принципе если вы воспримете как сказку там весь расклад и дальше для чего мы вам это говорим ну вам чтобы уберечься чтобы всю жизнь за ложными целями не бегали и тех кто скажем так пытается людьми манипулировать пытается чтобы они были рабами у кого-то они тоже все плохо закончил то есть всегда подельники преступники уголовники они убирают своих подельников и если вот сейчас им ситуацию в мире будут менять капитаны и лейтенанты офицеры не только у нас в россии но и во всем мире по идее правильно русь ведическая русь русь это родовое движение совести это обычая традицию культуры это русь русские родовое движение чистоты и души и тела корня мужского женского начала в союзе с родопорожденными поэтому роты природа в основе в основе здоровья если у вас здоровые тела значит у вас чистая душа и чистый дух поэтому здравомыслие вот у нас за чувство верующих чтобы ну скажем так чтобы их якобы там не забежали не оскверняли а то у нас будет заботиться о чувстве здравомыслящих три составляющих первое уважая бычую традицию культуры человека семьи рода второе отвечает только на вопросы есть вопрос есть ответ и третье никогда никого не перебивай вот у кого вы желание вы еще потом этот фильм просмотрите его очень многие вещи поймете нам пастухи не нужны у нас предки староверы старообрядцы поэтому нам не нужны хозяева мы детей сами воспитываем взращиваем сами и из о здоровье заботимся и русь начинает пробуждаться осознанность людей сознание еще раз повторяю это ваше подсознание от мамы сверхсознание харизма от отца а подсознание характер предки женского рода это под подсознание энергия сокрытия и предки мужского рода это подсверхсознание энергия откровения и сейчас екатерина константиновна вам зачитает вещи послание очень мощное сильно родовое природное вы почитаете и на досуге подумайте у вас все пазлы сойдутся и вы будете ведать и знать и предполагать что будет происходить и мы живем замечательное время сейчас идет очень быстро пробуждение народа и то что нам мешало то нам и поможет все эти коронавирусы манипуляция сознанием эти намордники эти перчатки прививки вольному человеку вы никогда прививку не поставите вольному рода порожденному на мордик не оденете перчатки не оденете он не будет бояться потерять 15 20 30 тысяч что его хозяин выпьнет ему нечем будет кормить детей а у нас устроена так люди заработали деньги на месяц купили еду одежду заплатили за коммунальность за кредиты за ипотеку и вынуждены еще работать рабы а у нас свобода воли свобода выбора хочешь быть вольным будь им хочешь быть рабом будь им никто никому не заставляет не тоже водку спиртные напитки пить не заставляет никто курить людей на силу не заставляет никто наркотики употреблять не заставляет никто курить вот эти все кальяны не заставляет тоже то есть человек берет ты сам делает и в рот себе толкает что попало и сейчас просто вот эти фанатики а А кто такие фанатики? Это истинно верующие люди. Они верят в идеологию или в какого-то Бога и не приемлют чужую точку зрения. И вы никогда фанатиков не убедите, вы их разозлите. Поэтому нужно ведать, знать, и у вас будет очень мощная родовая защита. Очень мощная природная защита. И когда у вас будет родовая природная защита, и вы будете жить по совести, чести, правде, справедливости, у вас будет любовь. Вас будут все любить. И мама, и отец, и мужское, и женское начало, и супруги любимые, и дети, и родственники, и приятели, друзья, соседи. Когда вы будете дарить любовь, когда вы будете дарить счастье, здоровье. Ну и не надо забывать, что спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Есть хорошая поговорка, что на зеркало пенять, коли рожа кривая. Или еще поговорка. Если ты сомневаешься, что выйдешь с этого дома, с этого учения, с этого дома, храма, зачем туда заходишь? То есть нужно всегда сначала думать. Мысли, слово, действия. Вселенная собой являет мысль. Из мысли родилась мечта. Частично видимо материи она. Мой сын, ты бесконечен, вечен ты. В тебе твои творящие мечты. Сын или дочь. Две равновеликие, равноудаленно друг от друга силы. Поэтому мы рекомендуем Иванченко Александр Семенович. Путями великого россиянина. Наши этрусские руны. Образы. Наука образности там заложена. И книги, замечательные книги Владимира Николаевича Мегре. И серии «Звенящий кедр России» про род Анастасии. И если вам это на душу ляжет, значит это ваше. Если у человека помыслы нечистые, он не может эти книги читать. Как говорила Анастасия. Мы существуем для того, для кого существуем. А дальше самый лучший учитель – наша собственная жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим. Он называется жизнь. И люди тратят не время, не энергию, не здоровье. Жизнь. Вы тратите самое драгоценное, что есть – это жизнь. Люди рассуждают светлые и темные силы. Что такое темные силы? Это семеричные мысли людей, семеричная система. Кто в дуализме. Добро – зло. Хорошо – плохо. Наше – не наше. Человек – это девятиричная система. Это дух – душа – тело. Это тот, кто ведает свои предки, ведает свои корни. Поэтому, смотрите, хозяин – раб. Человек – гражданин. Поэтому гражданин СССР – это рабы. Гражданин какой-то страны – это раб. Гражданское общество – это рабы. Это вопрос, чтобы вы различали. Вы на досуге подумайте. В интернете очень много сейчас фильмов. Поэтому все, что с гражданин – это все рабы. Просто это слово очень красивое, спрятано. А рода порождена у нас, ботянька род – мать природа. Мы уважаемщим обычаи, культуру своих предков. Мы русы. Мы ведающие русы. Мы ведрусы. И нам цари не нужны. Президенты нам не нужны. Короли не нужны. И вот эти все, кто там – Караулов, Михалков. Все, кто там все думают, кто будет царь, фургалы. И так далее, и так прочее. Это все козлы отпущения. Это пастухи. Которые по уши в дерьме. Которые там… Что там раньше Караулов? Смотрите, Лужков, Кац – это одно и то же лицо. Кириенко в администрации президента занимается политикой. А Израиль, Примаков, Голенштейн, Путин, Шоломов, которого давно уже нет. А вы спорите. А есть, а нет. А какая разница? Ведь короля, царя делает его окружение. И элитам выгодно, чтобы вы бились друг в друга. И смотрите, что сейчас будет происходить. Мы же вещи. Сейчас с одной стороны будут правые, экстремисты, фашисты. С другой – левые. За Ленина, за Сталина. Что такое серп? Это когда-то было в Библии написано. Персов уничтожали. Уничтожили около 80 тысяч человек. Именно серпами. Кто такой молот? Молот – это масонские символики. И так далее, и так прочее. Мы в символах-то хорошо разбираемся. И вот сейчас носятся, да. А прошлое – это уже прошлое. Это смерть. Смена мерности творящей. Сталин – прошлое. Ленин – прошлое. Брежнев – святые. И все прошлое. Вы всегда в прошлом. Будете себя хорошо вести. Вам хозяева отблагодарят. Добавят 500 рублей, 1000. И попадете в будущее. Как я смотрел, как-то тут мне фильм. Попал Собчак с рода собачий. Ксения Собчак. И Майя Гладилова задает вопрос про родовые отчины. Она – нет. Мы, говорит, крестьянским хозяйством. Мы фермерским. Деньги давать. А личикам не надо. Пусть сами зарабатывают. Вот такие у вас пастухи. Такие у вас хозяева. У нас нет хозяев. Мы казаки. Кстати, казак. Каза от рода. Охранять земные небесные птицы. Каз – корень мужского, женского начала. Вместилище разума, познание. Заря свет знаний. Казак читается слева направо и справа налево. Отсюда приказ, наказ, указ, заказ. Видите, как хорошо веды. Вот Ильич Геннадьевич занимается 25 этим. Срочно служил в службу в Афганистане. Затем в подразделениях МВД. Москва, Осетия. Это 1993 год. Когда Верховный Совет РСФСР расстреливали депутатов избранных народных. Станков, Бейтары, Моссад. Все же знают. Знают. И что? Видите, я об этом говорю и не боюсь. Потому что мы по совести и чести живем. Крючков нету. Не пьем с кем попало. За деньги не продаемся. Знаете, как у нас поговорка? С деньгами, говорит, ты дурак проживет. Ты без денег проживи. И человеком останься. И у нас 90% народа, у нас порядочные, хорошие, совесть, честь, правда, справедливость. И сейчас управление с народа пойдет. Выбирать народ будет, а не элиты назначать пастухов. Пастухи плохо заканчивают. Очень плохо. Поэтому живите, любите. Родовые отчины будут. Русь уже возродилась. И 2020-е лето, или 7528-е лето от сотворения мира в Звездном храме, оно очень знаковое. И сейчас Хабаровск, где у нас на телевидении о Хабаровске говорят? Испугались жидовье, иудеи. Хотели переворот в Белоруссии, не срослось. И они ничего не успевают. Шиес, Башкирия, очень много городов. Народ просыпается. И вот эти, кто пастухи будут, они плохо закончат. Что хозяева им деньги платят, и потом они все плохо закончат. И их как подельников уберут. Поэтому занимайтесь здравомыслием. Ведите трезвый образ жизни. Не пейте, не курите. Кушайте пищу, чтобы клетка восстанавливалась. Чтобы вас не пугали никаким коронавирусом. А смотрите, как люди в системе. Маску не одел, перчатки не одел, метро не пустят. Маску не одел, не продадут. И знаете цель какая всей этой элиты? Шизотерическая, эзотерическая. Деньги наличные убрать. Просто убрать деньги, сделать безнал. Как сделают безнал, вот вам концентрационный лагерь. Не получится. И сейчас самое интересное. В цирк уехал, клоуны остались. Поэтому мы живем в такое замечательное время. И сейчас рожайте детей. Занимайтесь воспитанием. Веда отца совесть питавшая. Здравомыслием. И все у вас и у нас будет хорошо. Любви, мира, здоровья, счастья, удачи, процветания. Всем вам и нам. Заболевание плоти от неправильного питания. Вареную, жареную, копченую пищу едят только люди. Так жрецы обулили смерть. Они себе оставили живое питание. Людям дали вареную, мертвую пищу. А клетка восстанавливается только от живого питания. Поэтому у людей скорость жизни уменьшилась. Фонотеть не надо. У вас организм перед... Вы не сможете сейчас кушать. Вам нужно время. Поэтому очень важно питание. Если хотите прожить больше 100 лет, хотя бы очищайте организм. Поэтому питание правильное. Мы то, что мы едим. Второе, вода. А люди пьют отравлю. Грязную воду. Поэтому грязная кровь. Поэтому заболевание. Третье. Это огонь. Желудочно-кишечный тракт. Это мочеполовой стены. Это желудокишечник. Это легкие бронхи. И голова. Видите, как все просто. Поэтому у людей заболевание плоти, заболевание жидкости, заболевание вод. Легкие бронхи и головы. Поэтому говорят, дурная голова покой ногам не дает. Все. Все это сделали, очистились. Следующий этап. Это мало. Нужно делать зарядку. Жизнь это динамика. В природе нету алгебры. В природе динамическая геометрия. Поэтому элементарно зарядочек. Приседания, отжимания, ножки и так далее. Скруточки всякие делайте. Чтобы запустили энергетику. Поэтому если люди не делают зарядку, как вам сглотили, долго не проживете. Потому что по салоне это правоставание свастичной силы. Мы энергию запускаем. Калавра, мы ее принимаем. Все. Будете богатые, знаменитые. Правильное питание, чистая вода, кишечник здоровый, чистый воздух. Где это можно? Только в родовых отчинах. В городах люди не могут быть здоровыми по пределению. Воздух отравленный, да. Вода отравленная, да. Кушают, что попало. Таблетки, лекарства. С чего вы будете здоровы? Еще и с энергией не умеете взаимодействовать. Поэтому для того, чтобы это все, возвращаемся к нашим любимым книжечкам. Это все прописано. Вот книги Владимира Николаевича Мегре про Анастасию. Это род Анастасии. Наш род, род ведущих русов, род ведрусов. Живут в тайге. Читайте, как сказку. По-другому вы не воспримете. Вышел в 1995 году. Читаем. Эта книга рассказ о необыкновенной женщине, обладающей даром исселения души и тела человека. Первая. Вторая. Извиняюсь, кедра си называется. Уверяю вас, уважаемые читатели, это Мегре. Описываю мне невероятные события. Сам я являюсь обыкновенным человеком. И так же, как вы, пытаюсь осмыслить их. На сегодняшний день мне лишь стала близкой и полной фраза Анастасии о том, что до истины нам не добраться ползком. Книжка раз в год выходил. Третье. Пространство любви. Не предсказал ты Нострадамус даты страшных катаклизмов земли. Ты их создал свою мыслью. И мысль людскую для воплощения страшного включил. Вот и сейчас она витает над землей безысходностью людей, пугая. Но ей теперь не воплотиться. Я человек Анастасия, я тебя сильнее. То есть, когда человек воплотит, есть еще пара мужского и женского начала, никто не может победить во вселенной. Это боги, живущие на земле. Только мужчины и женщины могут победить бога. И человек рождается от любви. Не от мандров, не от поклонов, не от обрядов. Можете попробовать. Только от любви. Третья книжечка. Четвертое. Сотворение. Кстати, в этой книжечке как жрецы двойничков назначали в Египте. То есть, могли фараона назначить, могли другого какого-то. Вышло в апреле 99-го года. Больше дальше говорить, ничего не будем. Нет ни в одной галактике струны, способной лучший звук издать, чем звук у песни человеческой души. Сотворение. Пятое. Кто же мы? Сумевшие понять свое предназначение и суть бесконечности станут жить счастливо, перевоплощаясь вечно, ибо они своими мыслями произведут сами счастливую свою бесконечность. То есть, здесь и сейчас. Почему люди влетают? Люди живут в прошлом. Мы великие такие были. Великие советские, Великая Русь. Мы такие были великие. Мы такие были великие. А в будущем мы в рай попадем. Чувствуете лохотрон? Люди живут в прошлом, и лучше настоящее только дерьмо. Живут в дерьме, кушают дерьмо, и дерьмо управляют. Но чем больше навоза, тем лучше уважать. Столыпин говорил так. Тот народ, нация, кто нещит свои обычаи, традиции, культуру, будут навозом для других народов. Поэтому многие люди, живущие на земле, навоз, где живут дождевые чарьи. Они тоже нужны. Если кто-то хочет быть дождевым чарьем, свобода воли, свобода выбора. Хочешь быть вольным, будь им. Хочешь быть рабом, будь им. Кстати, чтобы стать вольным человеком, в семье никто не должен быть принижен. Если в семье патриархат, раба родите, матриархат, раба родите, моно, раба родите. Только если вы равны женщиной любовь и заботу, мужчиной защиты опору, вы родите человека. Это как раз в этой книжечке написано. Следующая книжка родовая, поэтому вы придет время, будете родовые книги писать. У вас дар этот есть, поэтому делайте записочки. Родовая книга, для чего сейчас я зачитаю. У нас написано с супругой, три книги. В Германии, публикованной на русском и германском языке, первая книга называется «Наследие предков физических родовых стоков», там про энергетику, «Сластичный символ рун, как энергией пользуются». Вторая книга чисто по здоровью, очищению, то, что вам сказали, духа души и тела. И третья книга «Древо рода». Мы их пока в Германии печатаем. Большими тиражами. Сейчас представители элиты наши, некоторые ее читают. Придет время, в Россию опубликуем. Пока время не пришло. «Совсем немного дней пройдет, и будут родовую книгу создавать, своей рукой писать, страницы заполняя, миллионы отцов и матерей. Их будет множество великой книг родовых, и в каждой истинной идущей от сердца для детей своих. Лукавству места в книгах тех не будет, перед ними историческая ложь падет». Анастасия. Красиво, красиво. Поэтому «Ародовая книга» — это рада отчина, когда вы будете своей рукой в божественную промысле участвовать. Когда деревья и в цесадей, когда все выращивают. Потому что только если вы будете своими ручками выращивать, вы будете дух подпитывать. Дух подпитывается 9 минут. Эфирами. Душа 9 часов. Дальше только тело. Поэтому те, кто в гипермаркетах закупается, вы только телеса питаете, и то дерьмит сон. Кто будет болезнен? Кто будете лечить? Таблеточки пить. А таблеточки... Что такое рак? Рак — это химическая лаборатория по переработке химического дерьма. То есть организм это переварить не может. Каждый человек состоит из азот, углерод, кислород, водород. Адемин, тиамин, циамин, гуамин. Сейчас я вам рассказываю про все болезни. Первое — это вирусы. Как появляются вирусы? В природе повторов не бывает. У всех людей свои отпечатки пальцев. У каждого человека свой нос, свои глаза, свои уши. И когда человек начинает копировать и считает, что какой-то выше его есть. Бог, космический разум, вселенский какие-то там, цивилизация. Он попадает. Так появляется вирус. И человек от рода от природы отрывается, вирус развивается в клетке. Это как копия, как фотография. Он живет в клетке. И когда вирус в копии сделал, когда человек кто-то повторяет, не сотвори себе кумира. Что такое кум? Кум, родственник, мир, мир, охотник, мир. Зачем вы себе кумира? Втворите, у вас есть мама и есть батя. То есть главные ваши боги — это мать и отец. И если вы мать и отца не уважаете бога какого-то, вы все влетаете. Мама и отец только через мать и отца у вас связь с кровным родом. То есть когда вы этого понимаете, вы нарабатываете авторитет в роду. И когда вас род будет считать первородным, вам идут родовые знания. Вы выходите на народ, на нацию. Зарабатываете авторитет у народа, у нации. Когда вы заработали авторитет, вы уходите на космический вселенский уровень. Становится богами живущего плоти. Все просто. Это как раз вот в родовой книге. Следующая книга. Энергия жизни. Но есть в человеке одна энергия, присущая только ему. Она называется энергия мысли. И если человек поймет, чем он обладает, научится пользоваться ею в полной мере, то он станет властителем всей вселенной. Объясняю русские народные сказки. Пришел волк, шесть козлят съел, седьмой в печку спрятался, семеричная система. На человека можно воздействовать на шесть чакр. Восток. Мулахара, Сватхистана, Манипура, Анахата, Вишу, Ажна. То есть на звук можно воздействовать. Смотрите, звуковые вибрации. Колокол, женское начало, пестик мужское. Чаша восточная, женское, пестик мужское. Поэтому на звук вот эти все барабаны, тан-таны, песни, принцип материализации. Это когда ра в космосе, а вы материализуете а. На арий сто крат. Арий ведущий свисток поколений. На это можно воздействовать. И на третий глаз духовное зрение вы можете воздействовать. То есть любой образ этим жрецы занимаются. На что нельзя воздействовать? На мысли. Вселенная собой являет мысль. Из мысли родилась мечта. Частично видимо материя. Ана, мой сын и дочь, ты бесконечен, вечен, так тебе твои творящие мечты. То есть на мысли кто-то может воздействовать. Нам нужно многие вещи, слух проговаривать. Потому что наши боги нас не понимают. Боги не суть нашей предки, а боги суть нашего образа предков. То есть боги создали образы. И когда люди считают, что кто-то есть, куча есть образы. Но это такой путь непрямой, через лес. Поэтому у нас есть мама, есть батя. Мама это богородица, отец это бог. И только мужской и женской могут родить бога. Поэтому говорят, не сотвори себе кумира. И когда люди кумиров творят, тут они влетают. Следующее. Новая цивилизация. Часть первая. Это книга восьмая. Часть первая. Пусть мысль твоя, Владимир, и других людей попробуют познать творение Бога и его мечту. Тогда твоя жизнь и сообщество, и людскую программу выстроит иную. Что хочет бог? Совместного творения и радости от созерцания его. Совместного творения. И когда люди стали все ломать и разбирать, а люди ничего такого не придумали, чтобы не были в природе. Они все попали под технические цивилизации и так далее. Но первый предок, Анастасия хорошо описывает, в Мигре рассказывает. Адам, назовем его Адам, на вашем языке будем говорить. Он жил на Земле 118 лет. Его предназначение было узнать название всех, дать название всем растениям. А у нас на Земле 530 тысяч видов разных растений. Животных всех и их предназначение. Если мы сейчас соберем всех ученых мира, они знают название 530 тысяч растений. Их предназначение представляет, какая деградация. А у нас считают, что цивилизация это хорошо. Это костыли. Это просто, ну скажем так, протезы. И люди этим протезами пользуются. Изначально, тоже как сказку воспринимайте, изначально наши предки, которые жили, и такое бывает раз в миллиард лет, часть Земли могли трансформировать в другие измерения в тело. Так идет в отправлении всей Вселенной. Затем пошли по техоретическому пути, я вам рассказывал про ингарда Земли. Сделали вайдмар и стали плетать на Землю. Ну куда? Прародителя. То есть для чего сюда все якобы напланетяне плетают? Не за полезными скопами. И тут деревня в космосе хотят за семенами. Потому что они садят деревья, деревья стали, нету потомства. Может, у них нету чувств. Они берут сперматозоид и цыплетку и три года клонируют. Вот они Богом сотворены, но мы все родом порожденные. У нас ботянька, маманя род. Бьет из земли родник, это место огораживает. Огород. Внутри ставят город, городище. Есть, что кушать, есть и жить. Создается семья. Что такое семья? Семьянин. Семьян, семьянин. В зачатии ребенка присутствуют семь предков на школе, семь предков женского рода. Поэтому все конфликты в семье. Вот они. Породу передаются. Есть хорошая поговорка. Что на зеркало принять, куда рожа прямая. Еще сразу говорю поговорку. Слово не воробей, вылетит не поймаешь. Поймаешь заслу, вылетишь как воробей. За базаром нужно сосредить. Когда вы эти все вещи будете понимать, тогда вы уйдете на другой уровень и у вас будет личная жизнь хорошо, у вас дети будут, родители будут. И все будет замечательно. Это как раз я вам говорю как раз о новой цивилизации. И что? На мысли только нельзя воздействовать. И когда Анастасия подошла к кедру и задавала вопрос к нему, к роду, прибежали дед, прадед, деду было, когда Мегре познакомился в 119 лет, прадеду было 147 лет. И когда они сказали, что ты хочешь, хочу задать вопрос к нему, кто может обращаться к нему, минуя ритм и свет. Каждый может, отец посредников не знает. То есть ритм это звуковые вибрации, все эти там-тамы, барабаны, шаманы, отсюда шаманская болезнь. Свет это третий глаз. Что Анастасия сказала? Каждый может, отец посредников не знает, он хочет с каждым общаться напрямую. И когда у нас говорят выясновидящим, мы говорим, ну ясновидящим, яснопонимающим. Нам не надо видеть. У нас харизма работает. У нас родничок работает. Самое интересное, все, что я вам говорю, это не избранным дону, это каждому человеку доно рождение, по праву рождения. Каждому, только многие люди этим не имеют пользоваться. Следующая книжка, восьмая часть, вторая. Вот потому деяния, сказанные сотворением проекта для поместья, славно переходили в обряд венчания, готовящиеся молодых к деянию, связанному с зачатием. И строили они любви пространству. Жена, зачавшая дитя в таком пространстве, 9 месяцев в самых идеальных условиях жила. И живший в ней ребенок счастлив будет. То есть ребенок в роде очень планировался. Они зачинали его, рожали, и супруг принимал роды. Вот это назывался уже человек. То есть если у людей семеричная система, что такое темная сила? Темная мысль у людей семеричной системы. Что такое светлая сила? Светлая мысль чем в девятиричной системе? Желокуаз. Это же семеричная уже система. Это мир легов, мир аррелегов. Идет зарождение жизни. Женщина рожает роды. Когда женщина родила мужчина и женщина, кем стали? Родители. Что такое родители? Роди тело. Только когда вы рожаете тело, у вас появляется совесть. Что вы родили? Вы родили новую духу, душу, где тело. Поэтому плоть очень важна. И когда по восточным методикам люди не ценят плод и нет родовой связи, их телами пытаются воспользоваться. Это называется шаманская болезнь. Духи подселяются, но людей начинают пузы расти. Помимо того, что неправильное питание, почему у людей животы растут? Там духи живут. И они все уходят на 9-м месяце беременности, разорваться не могут. И следующая, 10-я книга о нас там. Потому что в 9-й книге народ пишет, вы будете 9-й писать. Идет, улыбаясь по полянке в глубине сибирской тайги, маленький ребенок. Ничто его не страшит, никто не нападает. Наоборот, звери готовы по первому требованию примчаться на помощь. Идет маленький человек, будто бы наследник царского рода по своим владениям. А где в это время находится наш ребенок? Поэтому вот эти книги, они очень мощные, сильные. Никого не слушайте. Секта. Самая большая школа прилепения. Читайте, как сказку. Каза от рода охранять небесно-земным пути. Каза. Корень мужского, женского, начало, местилище разума, познание. Это русский рун. Отсюда приказ на каза, каза, каза. Мы не казаки, мы касаки. Корень мужского, женского, начало, местилище разума, совести. У нас совесть на первой месте. Почему люди руками цели? Предки мужского, предки женского. Вот она совесть, связь с предками. Чем у нас сильнее связь с предками, тем у нас мощнее силы. Субтитры создавал DimaTorzok